В экипировке пожарного спасателя все продумано до мелочей. Форма пропитана специальным антивоспламеняющимся раствором, а защитная маска не позволяет дыму проникать в дыхательные пути. Индивидуальное средство защиты подключено к баллону, внутри которого находится кислород. Вот у него баллон. В нем в среднем он может дышать 30-45 минут. После такой презентации почувствовать себя пожарным хочет каждый школьник. И у ребят есть такая возможность. Специально для воспитанников летнего лагеря школу номер 30 спасатели привезли кислородную маску, функцию которой наглядно демонстрируют всем желающим. С непривычки, говорят дети, дышать в такой маске непросто, но в экстремальных условиях добавляют пожарные не до личного комфорта. Главное – успеть спасти человеческую жизнь. А так спасатели тушат огонь на месте возгорания. Ребята хотят дотянуться до дождя из пожарного шланга, но преподаватели не пускают. Все-таки учения. Нужно быть сконцентрированными. Замечательно, что наши организации, которые отвечают непосредственно за безопасность людей, имеют возможность выезжать на предприятия, выезжать в такие образовательные организации, показывать открытые уроки. Летом число пожаров часто возрастает из-за повышенной температуры воздуха. К техногенным возгораниям добавляются природные. Потому следует быть особенно бдительным. Спасатели напомнили детям о том, как важно соблюдать элементарные правила безопасности в поведении с огнем. Раздали им памятки и напомнили о двузначном номере 01, по которому нужно немедленно звонить, если случился пожар. Субтитры создавал DimaTorzok